Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифов древней Японии Идзанаки и Идзанами. Идзанаки и Идзанами, вероятно, первый мужчина и первая женщина. В японской мифологии боги, последние из пяти поколений богов, являющихся на свет парами. До них было семь богов-одиночек, не имевших полу. Они первые божества, имеющие облик и способные родить других богов. Высшие небесные боги, явившиеся первыми при разделении неба и земли, поручили им формировать землю, которая находилась в жидком состоянии и, подобно медузе, носилась по морским волнам. Идзанаки и Идзанами погрузили пожалованное им богами копье в морскую воду и месили ее, вращая древ. Капли соли, падая с поднятого копья, загустели и образовали остров, получивших название Оногородзима . Сойдя на остров, Идзанаки и Идзанами превратили его в серединный столб земли и совершили брачный обряд, ходя вокруг толпа и произнося любовный диалог. Однако их потомство оказалось неудачным. Первое дитя родилось без рук и без ног, второе – пенный остров Авасим. Огорченные супруги обратились к богам за советом и узнали, что причина кроется в неправильном совершении ими брачного обряда. Первые брачные слова, произнесенные богиней Идзанами – женщина. Супруги повторили обряд, но теперь первым говорил Идзанаки. От их брака на свет появляются японские острова, а затем боги земли и кровли, ветра и моря, горы деревьев, равнин и туманов, ущельях и многие другие. Последним рождается бог огня Кагу-И-Утти. Появившись из лона матери, он опалил его. И Идзанами умерла. Далилось царство Мео. Гориле о ее кончине Идзанаки отправился за женой в подземное царство, поскольку страна еще не устроена. После многих злоключений в царстве смерти Идзанаки бежал оттуда и расторг брак с Идзанами, ставшей богиней загробного мира. На земле Идзанаки совершил очищение, во время которой явилось на свет множество богов. Последними родились три великих божества. От капель воды, которой Идзанаки омыл левый глаз, появилась богиня солнца Аматарасу. От воды, омывшей его правый глаз. Бог ночи и луны Цукуйоми. И, наконец, от воды, омывший нос Идзанаки. Бог ветра и водных просторов Сусан. Идзанаки распределил между ними свои владения. А Аматарасу получила равнину высокого неба. Цукуйоми царство ночи, а Сусанна равнину мор. Ну вот так, вкратце из данных, которые я нашел в интернете, у михов Японии, персонажи Идзанаки и Идзанами. Вероятно, первый мужчина и первая женщина. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok